Снова пророчество представляет. Еще одна весть для нашего времени от пастора Эндрю Энрикеса. Бодрствуйте и молитесь. Слепые вожди слепых. Глазная мазь. Откроем Библию на книге Откровения 3 главе. Продолжая серию занятий, изучающих весть Кладикии, в 3 главе книги Откровения, мы прочтем Библию с 14 стиха. Вы открыли эту главу, друзья? С этого текста мы будем продолжать наше изучение вести Кладикии. Мы уже выяснили, что это весть. В случае ее принятия нами спасет нас. Отвержение ее означает для нас погибель. Эта весть будет катализатором всех решающих событий последнего времени. В книге Откровения 3 глава 14 стиха Библия говорит, «И ангелу Лаодикийской церкви напиши, «Та говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия. Знаю твои дела, Ты не холоден, не горячь». Библия говорит, «Знаю твои дела, Ты не холоден, не горячь. Но, как ты тепл, а не горячь и не холоден». Прочтем дальше вместе с 16 стиха. «То извергну тебя из уст моих». В 17 стихе сказано, «Потому что ты говоришь, я богат, разбогател, и ни в чем не имею нужды». Заметьте, как Иисус описывает Лаодикийскую церковь. Седьмую церковь в цепи в последовательности из семи церквей. Это последняя стадия Божьего народа остатком. И Библия говорит в 17 стихе. Почему я об этом буду говорить? Мы часто, сидя в церкви, думаем, что эта весть направлена к кому-то другому. Но весь Лаодикий относится прямо к Божьему народу наших дней. 17 стих гласит, причина, по которой Христос может извергнуть нас из уст своих или выплюнуть нас, звучит так. «Потому что ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок и нищ». Каков же следующий эпитет? Какими мы названы? Ты слеп. Далее сказано «ты наг». Речь идет не о будущем. Христос говорит о том, что народ, называющийся Его именем, на самом деле слеп. Является ли Христос истинным свидетелем? В 14 стихе мы читаем, так говорит «Аминь», свидетели верной и истинной. Какое же определение Христос использует для описания нашего состояния? Мы слепы. Неужели Христос ошибается? Неужели это слепота физического характера? Нет. Речь идет о духовной слепоте. В чем же суть? Слепой человек в физическом смысле не может видеть свет. Он видит только тьму. Тьма – это символ греха. Итак, Христос говорит о том, что народ, называющийся Его именем, слеп. Это значит, что они живут в грехе. Они пребывают в открытом восстании против Него. Они упрямы к Его влиянию. Они слепы. Это не физическая слепота, а тьма непонимания. Откроем второе послание к Арифинам, четвертую главу. Чтобы кое-что прояснить. В этой главе Библия представляет нам объяснение слепоты. Слепота физического плана означает, что человек видит одну лишь тьму. Слепота духовного характера означает, что мысли человека пребывают во тьме. Мысли омрачены. Мысли греховны. Во втором послании к Арифинам, четвертой главе, в третьем стихе, Библия говорит нам о том, что ослепленные люди ослепли потому, что отвергли Евангелие Иисуса Христа. Как это может быть? Божий народ, отвергший Евангелие? Взглянем на третий стих. Библия говорит, «Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего, подчеркните эти три слова, Бог века сего, Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого». Разве теплые ладикицы не слепы? Почему же они слепы? Почему? Библия показывает нам, что для понимания истины нам нужно сравнивать одно местописание с другим. Ладикицы слепы. Во втором послании Коринфянам, в четвертой главе с третьего стиха сказано, «Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для кого? Для погибающих. Почему они погибают? Для неверующих, у которых Бог века сего ослепил». Совсем не физические глаза. У которых Бог века сего ослепил что? Ослепил умы, чтобы они не уверовали во что? Не уверовали в Евангелие. Чем же является Евангелие согласно первой главы послания к римлянам 16-18 стихов? Там сказано, «Ибо я не стыжусь благовествования Христова». Почему? Потому что оно есть сила Божия ко спасению, ко всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Еллину. В нем, то есть в чем? В Евангелии открывается праведность Божия от веры в веру. Итак, те, кто не верят в Евангелие, не могут жить праведной жизнью. Они пребывают в погибшем состоянии. Эти люди духовно слепы. Это понятно, друзья? Откроем снова 4 главу 2-го послания Коринфянам. С 3-го стиха Библия говорит, «Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для кого? Для погибающих». Почему они погибают? «У которых Бог века сего» или Бог мира сего. Мне интересно, кто же является Богом мира сего? Кто это такой? Это сам сатана. Заложите палец на этой главе и откройте 14-ю главу Евангелия от Иоанна. Вы уже открываете? Нам нужно понять этот вопрос, потому что большинство Божьего народа в последние дни ладикицы, по словам не Эндро Эндрюкеса, а самого Иисуса, страдают слепотой. Они слепы. Почему? Потому что мы позволили Богу мира сего уловить нас в свою волю. И это произошло не против нашей воли, нет. Бог мира сего ослепил наши умы, потому что мы сами сделали соответствующий выбор. Мы сами сделали выбор доверить Богу века сего нашу волю, наш выбор, наше внимание, наши сердечные желания. Иоанн 14-я глава, стих 30-й. Вы открыли, друзья? Библия говорит, здесь Христос говорит о Боге мира сего, или о сатане главным образом. Заметьте, каким был опыт Христа, потому что его опыт должен стать чьим опытом? Нашим. С 30-го стиха сказано, Христос говорит, уже немного мне говорить с вами, ибо идет князь мира сего. Князь означает правитель или Бог мира сего. Идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. Когда Бог мира сего, сатана, искушал Христа, уступил ли Христос? Нет. Я хочу прочесть вам из книги «Великая борьба», страница 623. Послушайте, что сказано в одном абзаце. Цитирую, теперь, когда великий первосвященник совершает наше примирение, мы должны смириться, стремиться стать совершенными во Христе. Наш Спаситель не допускал даже мысли уступить искушению. Не допускал даже чего? Даже мысли о том, чтобы согрешить. Дальше. Сатана находит в человеческом сердце слабости, за которые можно зацепиться. Достаточно одного взлеленного греховного желания, чтобы его искушения возымели силу. А теперь я спрошу, что дает сатане территорию в нашем сердце? Наше решение лелеять греховные желания. Друзья мои, мы все грешники, и грех начинается не с появления греховных мыслей в нашем сознании, а с нашего решения их удержать там. Но мы можем возрасти до состояния, в котором мы можем вовсе не думать о грехе. Но Библия говорит, друзья мои, что грех начинается с чего? Вы не знаете? Первая глава послания Якова, стих 13. Страсть же зачавшей, страсть же зачавшей рождает грех, а сделанный грех приносит смерть. Итак, грех начинается, когда страсть или греховное желание принимается. Но что же нам делать, когда греховное желание появляется в нас? Павел говорит, пленяем всякое помышление и все превозносящиеся против познания Христа и приводим всякое желание в послушание Христу. Приводим в послушание всякое желание в послушание Христу. В песне-песне написано «Не уступайте искушению». Почему? Потому что такая уступка – уже грех. Послушайте, что сказано, друзья мои. «Но Христос сказал о себе» – продолжаю цитировать. «Идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего». Иоанна 14, 30. «Сатане не удалось найти в Сыне Божьем ничего, что позволило бы одержать над Ним победу. Он хранил верность заповедям Отца Своего, и в Нем не было греха, который дал бы преимущество сатане». Послушайте дальше. В таком же состоянии должны находиться все, кто хочет устоять во время скорби. Если мы, друзья, желаем устоять во время пришествия Христа, если мы желаем с радостью идти к Нему, а не бежать к горам и камням, чтобы они упали на нас, если мы желаем пройти через великое время испытания, мы тоже должны быть без греха. Друзья, мы никогда не узнаем, насколько далеко мы ушли в грех, пока мы не попытаемся жить жизнью полностью свободной от греха. Не нужно заигрывать с грехом, друзья. Мы всегда говорим, что невозможно узнать глубину падения до тех пор, пока не попытаешься себя достать оттуда. Нельзя заигрывать с грехом, друзья. Именно грех разделяет нас от Бога. Именно грех разбивает сердце Иисуса. Мы можем избавиться от греха. В противном случае Христос бы не пришел, чтобы принести совершенную жертву за грех. Откроем третью главу книги Откровения. Библия говорит, друзья мои, что лаодикийцы слепы. Чего же они не видят? Друзья, я начал исследовать этот вопрос. Чего же они не видят? Библия говорит о том, что они не видят своей же собственной деградации. Откроем 17 стих 3 главы книги Откровения. Они слепы. Они не видят собственной деградации. Мы прочтем с 16 стиха. Библия говорит, «Но как ты тепл, или потому что ты тепл, а не горяч и не холоден, то я извергну тебя из уст моих». «Ибо ты говоришь, потому что ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды». Затем Иисус говорит, «Ты даже не знаешь, что ты несчастен, жалок и нищ и слеп». Ты даже не знаешь своего духовного состояния. Слеп. Ты думаешь, что у тебя все в порядке. Но это совсем не так. Слепота. Вы знаете, друзья мои, если мы заболеем и попадем в реанимацию, и после исследований поставят нам диагноз, будем ли мы опровергать этот диагноз в 99% случаев? Нет, мы не будем. Мы ведь сами чувствуем себя плохо. Мы согласимся с этим диагнозом. Но когда великий наш врач ставит нам диагноз, многие из нас осмеливаются сказать, что Христос ошибается. Мы просто слепы. Мы не видим свою духовную нужду. И в эту церковь многие ходят и думают, что все у них в порядке. Мы слепы, друзья мои. Это значит, что для нас, ладийкицы, единственная надежда заключается в ясном видении себя такими, какими нас видит Христос. Откроем 2 Коринфянам, 13 главу. Второе послание Коринфянам, 13 глава. Поскольку эти люди слепы, и эта слепота не является физической, а духовной слепотой, которая погружена во тьму, когда понимания и видения ослеплены, когда восприятие Христа не соответствует реальности, эта пустота и тьма может быть рассеяна только когда мы не будем измерять себя самими собою. Взгляните на утверждение на экране. В свидетельствах для церкви, 4 том, страница 87, сказано следующее. Единственная надежда. Что означает слово «единственная»? Оно означает, что другой надежды не для нас. Мы читаем. Единственная надежда для лаодикийцев осознать свое положение перед Богом и определить характер своего заболевания. второе послание к Коринфянам, 13 глава. Откроем стих 5 этой главы. Надежда у нас только одна – понять себя самих. Самоисследование. Друзья, я хочу задать вам вопрос. Потому что отвержение этой надежды приведет к вечной погибели. Я задам вопрос. Кто из вас по-настоящему испытал себя и понял свое состояние? Хотя бы на прошлой неделе. Кто из вас? Кто из вас имеет то, что называется посвящение? Кто посвящает свою жизнь Богу каждое утро, каждый день и каждый вечер? Кто из вас? Многие этого даже не замечают и проводят свое время в отрыве от Бога. Почему? Потому что считают, что все в порядке. Мы слепы. Слепы. Пока мы не придем к пониманию того, что мы больны, мы будем отвергать любые лекарства, предлагаемые нам. Нам нужно прийти к той точке понимания своей великой нужды во Христе. Прочтем пятый стих. Библия гласит. Испытывайте самих себя. Вверили вы. Самих себя исследуйте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас. Разве только вы не то, чем должны быть. Если Христос и Его Слово не проявляются в нашей жизни, мы находимся в погибшем состоянии. Как же нам узнать об этом состоянии? Когда вы делаете выбор подчинить каждую мысль, каждую беседу, каждое действие в послушании Христу, тогда вы можете знать, Христос ли владеет вашими мыслями, или Сатана по-прежнему руководит вашей жизнью. Откроем вместе Первую книгу Царств, девятую главу. Лаодикийцы слепы. Они нуждаются в глазной мази, нуждаются в самоисследовании. Пребывает ли Христос в вашем сердце, друзья мои? Возлюбленные Библии говорит нам о том, что Христос подобен семени, которое люди сеют в землю. Что же символизирует семя? Семя символизирует Слово Божье. Сколько времени вы проводите наедине со Словом Божьим? Сколько времени, друзья, проводите ли вы этот молитвенный час с Богом каждый день? Многие говорят, да я все это уже знаю. Но я всегда говорю, что опознание истины следствует только ее применение. Только ее применение. Истина на самом деле не познана теми, кто ее не применяет. Живет ли Христос в вашем сердце, друзья? Когда речь заходит о методах заработка денег, кто из нас предпочитает слушать такие беседы? Разве нет таких среди нас? Когда речь идет о земных, секулярных вещах, особенно среди молодежи, куда направляется наше внимание? Но взглянуть при этом в духовное зеркало, чтобы увидеть свое духовное состояние, мы не желаем. Поэтому, друзья мои, мы пришли сегодня сюда не случайно. И не случайно вы смотрите это видео через интернет сегодня. Если бы дьяволу было позволено, он бы не допустил, чтобы сегодня мы были живы. Разве вы не видите скоротечность нашей жизни? Она ускользает сквозь пальцы. Сегодня вы живы, завтра нет. А мы живем так беспечно. Мы живем так неосознанно. Мы считаем себя такими неприступными. Братья и сестры, насколько же мы слепы. Слепые люди. И главная причина нашей слепоты заключается в том, что мы не живем по Слову Божьему. Откроем первую книгу царств, девятую главу. Возлюбленный, Христос даровал Своей церкви духовную глазную мазь. Кто же в Библии назван обладателем этой духовной глазной мази? Кто обладает ей? Это пророк. Взглянем в открытую нами главу. Возлюбленный, когда вы увидите это? В этой главе, друзья, с 9 стиха сказано. С 9 стиха. Прежде у Израиля, когда кто-нибудь шел вопрошать Бога, говорили так, «Пойдем к прозорливцу, ибо того, кого называют ныне пророком, прежде называли прозорливцем». Или, если захотите ясновидцем, прозорливец – это от слова «зор» или «зрение». Это тот, кто видит. С книги «Бытие» до «Откровения» мы общаемся с пророками и отвергающие Слово Божье, хотя и проводят время со Словом Божьим, они слепы. Они слепы. Если вы ставите человеческую культуру и традиции над Словом Божьим, вы ослеплены. Вы отвергаете прозорливца, того, кто видит. В книге притчей, 29 глава, 18 стих, Иисус говорит, «Без откровения свыше народ погибает» на Словный период. Погибает. Почему же ладики и Сослепы? Кого они отвергают? Пророков. И в это же время в это же время большинство из нас послушайте внимательно, большинство из нас скажут, «Пастор, у меня есть Библия. Я читаю свою Библию». Друзья, я вам скажу, что иудеи во Дне Христа тоже читали свитки Библии. Они даже проповедовали верные доктрины. Но как народ в целом? Они отвергли кого? Они отвергли Христа. Проследите за моей мыслью, друзья. Недостаточно просто ходить с Библией под мышкой. Недостаточно просто класть свою Библию рядом со своей кроватью. Недостаточно иметь Библию в автомобиле, на работе, в рюкзаке. Этого недостаточно, друзья. Это слово должно поселиться в вашем сердце. Позвольте сказать так. Давид говорит, «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей». Послушайте дальше. «Но в законе Господа что? Воля Его. И о законе Его, о слове Его размышляет Он день и ночь». День и ночь. Послушайте, друзья, размышления о Божьем законе, о Его слове предназначены не только для того, чтобы вы смогли запомнить и повторить текст описания. Назначение Слова Божьего состоит в том, чтобы дать вам силу противостоять грешникам и греху. Друзья, вы слышите меня? Чтобы вы не смешивались с грешниками в их грехах. Чтобы вы не сидели с людьми, которые поносят Слово Божье. Вы видите это назначение? «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых». Что же дает силу для этого? Время, проводимое наедине с законом Божьим, со Словом Божьим. Вы видите эту связь, эту практическую связь? Когда мы размышляем над Словом Божьим, как часто? «День и ночь», говорит Давид, «и тогда мы будем устойчивыми, как дерево». В книге притчи, 3 глава 5 стих, сказано, «Есть пути, которые кажутся человеку прямыми». Это не Божьи пути. Но эти пути кажутся вполне благочестивыми для человека. Поэтому существует два пути. Мой путь, либо Божий путь. Друзья, вы не можете служить двум господам. Это невозможно. Вы служите либо одному, отвергая другого, либо служите другому, отвергая первого. Христос даже не говорит, «Вы не делайте этого». Он говорит, «Вы не сможете служить двум господам». Это невозможно. Такого не будет. Если вы христианин только наполовину, то вы оказываетесь полностью во власти дьявола. По чьим путям вы ходили на этой неделе, друзья? По каким дорожкам? Есть пути, которые кажутся человеку прямыми. Но куда ведут эти пути? Они ведут в погибель. Послушайте, друзья. Народ, называющий себя Божьим народом остатка, отверг писание пророков и не только Библию, но и дух пророчества. Итак, друзья, я спрошу, разве адвентисты седьмого дня не слепы? Посмотрите внимательно на следующее утверждение. Вот что здесь сказано. Эта позиция была принята голосованием в 2004 году. В 2004 году. Заголовок. «Всемирная церковь. Решение по духу пророчества». Принятое голосование. Гласит, что дух пророчества указывает на Библию. Но в этом решении сказано так. Писание сестры Уайт могут только обогащать и дополнять, но никак не формировать нашу веру и жизнь. Без откровения свыше народ погибает. Разве вы этого не видите, друзья? Отвержение прозорливца или пророка, который видит, обязательно приведет к слепоте. Церковь уже слепа, друзья мои. Откроем 15 главу Евангелия от Матфея. 15 глава. На нашем личном уровне мы слепы. На корпоративном, церковном уровне мы тоже слепы. И это не мои слова. И Иисус говорит о том, что Его народ слеп. Перед тем, как иудеи отвергли Христа, какого пророка их времени они отвергли. Кто был предтечей Христа? Кто был пророком перед Христом? Иоанн Креститель. И те, кто отвергли Иоанна Крестителя, который был пророком, что они отвергли вместе с ним? Они отвергли и самого Иисуса. Что происходит среди нас, друзья мои? Вот почему в наши общины входят современные виды ложных движений возрождения. Потому что мы отвергли пророков, отвергли Писание прозорливцев и стали слепой церковью. 15 глава Евангелия от Матфея. Откроем эту главу. С 14 стиха Библия говорит. Между прочим, каковы первые два слова этого стиха? Иисус говорит, «Оставьте их! Они слепые вожди слепых! А если слепой ведет слепого, что случится, друзья мои? То оба упадут в яму». Оба упадут в яму. Должны ли мы сравнивать тексты Писания между собой? Да. Почему же большинство ладикейцев слепы? Потому что они следуют за слепыми проповедниками. Разве это мои слова? Разве Божий народ в времени Христа, иудейский народ, не следовал за своими раввинами, за слепыми священниками? Разве они в результате этого не распяли Иисуса? Друзья, поскольку это уже имело место, то разве это не может повториться в последние дни истории? Может. Вот почему, друзья мои, нам необходимо проводить личное время в изучении Слова Божьего. Вам нельзя следовать за людьми. Следуйте за Иисусом. Следуйте за Христом. Взглянем на 9 стих, Матфея 15, 9. Иисус говорит, «Но четно чтут Меня, уча учением заповедям человеческим». С 11 стиха. «Не то, что входит в уста, оскверняя человека, но то, что выходит из уст, оскверняя человека. Тогда ученики Его, приступив, сказали Ему, «Знаешь ли, что фарисеи, услышав Слово Сие, соблазнились». Он же сказал в ответ, «Всякое растение, которое не Отец Мой Небесный насадил, искоренится. Оставьте их». Кого Христос призывал их оставить? Фарисеев. Послушайте, что сказано в книге «Желание веков». Страница 398 в книге «Желание веков». «Ученики заметили, в какую ярость пришли осведомители, когда их лжеучение было разоблачено. Они видели их сердитые взгляды и слышали произнесенные в полголоса угрозы. И забыв о том, как часто Христос обнаруживал свое умение читать в сердцах, как в открытой книге, ученики рассказали Ему о реакции, вызванной Его словами. Почему? Надеясь, что Он может примириться с разгневанными служителями. Что это значит? Они надеялись на то, что Христос каким-то образом сможет уменьшить ярость лидеров, и не просто лидеров, а церковных лидеров, примириться с ними. Что же означало бы это примирение? Скажите мне, друзья, вы знаете, это означало бы компромисс, это означало бы отказ от проповеди прямой и откровенной вести, которая только и способна обличить и убедить людей в необходимости покаяния и в необходимости искать Христа как источник праведности. Христа уговаривали идти на примирение, уговаривали к сотрудничеству отступничеству с лидерами. Вот почему ученики говорили ему такие слова. Вот почему и сегодня эти слова звучат, друзья мои. Я слышал эти слова. Вы понимаете, друзья? Но Христос имел служение на самообеспечение. Послушайте внимательно. Христос не занимался разоблачением лидеров и чисткой руководства, но факт заключается в том, что эти лидеры и руководители пребывали в отступничестве. В 13 стихе этой главы Христос говорит, Он же сказал в ответ, «Всякое растение, которое не Отец Мой Небесный насадил, искоренится». Вопрос, были ли там в Иудейской церкви такие служители, пасторы и администраторы, которые не были посланы туда Иисусом? Да. А разве сегодня не может быть такого? Можете ли вы сегодня прийти в местную церковь адвентистов седьмого дня, где руководители и служители слепы? Может такое произойти? Если слепой ведет слепого, оба упадут в яму. Другими словами, вы не сможете сказать в день суда, «Господи, я же доверял служителю». Нет же. Невежеству не может быть никакого оправдания, когда нам предоставлена всякая возможность познать волю Божью. Сказал ли Христос остаться со слепыми и поддерживать их заблуждение? Нет. Что же Он велел? Он сказал, «Оставьте их и найдите другую поместную общину, чтобы ходить в нее». Строгие слова, да? Вы смущены от этих дерзких слов, но, друзья, компромисс со слепыми будет продолжать держать вас в слепоте. Откроем 118-й Псалом. Друзья, вы сами пожелали слышать истину для настоящего времени. Взглянем на этот стих. Иисус говорит, «Оставьте их». И если мы посмотрим на различные христианские динаминации, даже на эту, мы увидим многих тех, которые работают администраторами, руководителями конференций, пасторами, тогда как они не поставлены на это служение Иисусом. И если вы видите слепых, то к вам обращается не Эндрю Энрикес. Я только повторяю слова Христа. Сам Иисус говорит вам, «Оставьте их». Почему? Потому что если вы останетесь с ними, то вы вместе с ними упадете в яму. Как же мы можем достичь тех людей, которые ходят в церкви к слепым руководителям? Так же, как это делали апостолы. Они ходили от дома к дому. Вы только посмотрите на служение Христа во всех четырех евангелиях, где Христос совершал самое эффективное служение. В синагоге, когда он был в синагоге, или в своем общении с людьми, в их домах и на улицах. Это было даже на берегу моря, а не в церкви. А мы пытаемся выполнить задачу, которую даже Христу не удалось выполнить. Вы знаете почему? Об этом мы поговорим позже. Взгляните на 118-й Псалом. Библия говорит, Псалом 118-й, стих 99-й, с 97-го, в 97-м стихе сказано, «Как люблю я закон твой, весь день размышляю о нем». Затем в 99-м стихе сказано, прочтем вместе, что там сказано, «Я стал разумнее всех учителей моих». Почему? «Ибо размышляю об откровениях твоих». И сотый текст гласит, «Я сведущ более древних». Почему? «Ибо повеления твои храню». Итак, друзья, почему нам нужно оставаться в церкви, соблюдающей воскресенье, как день поклонения? Эта церковь руководима слепыми лидерами. Если слепой ведет слепого, то оба они упадут в яму. Но и мы от 20-ти с 7-го дня, разве не лицемерим, когда призываем людей из Вавилона прийти в Божью церковь остатка, но в то же самое время мы пользуемся книгами, которые читает Вавилон, пользуемся той же музыкой, которую использует Вавилон, тот же образ жизни ведем и диету соблюдаем вместе с этими людьми и приглашаем их в нашу церковь. Чем же мы тогда отличаемся от них? Мы говорим им «Вы просто будьте с нами». Это самое настоящее лицемерие, друзья. Ладикейцы слепы. Я знаю, о чем говорю. Вы разве не видели наших служителей, которые распространяют книгу «Жизнь, движимое намерением»? Известного пастора харизмата. Но это еще не все. Большинство наших служителей получает степень магистр богословия. Как можно Бога познать вообще по программе колледжа? И докторские степени в богословии получают в семинариях церквей, соблюдающих воскресенье. Взирая, мы что делаем? Мы преображаемся в то же самое. Мы при этом говорим, нам следует пускать служителей этих церквей, нам не следует пускать служителей этих церквей, римских католиков, на наши кафедры. Но подождите минутку, мы сами нанимаем людей, которые получили образование в университетах этих церквей и ставим их проповедниками в местных общинах церкви адвентистов седьмого дня, в наших общинах. И наш народ пьет эту мутную воду. Вы понимаете? Христос же говорит, что должна звучать весть, открывающая глаза его народа. Почему? Потому что они слепы. Почему же они слепы? Потому что они следуют за слепыми лидерами. Возлюбленные, вы не слышали пословицу «Дурно-дурно» говорит покупатель, а когда отойдет хвалится? Друзья, то, что мы исследуем, касается всех нас. Всем нам нужно задуматься. Если руководство в нашей общине, в общине спасенных служить, уклониться от слова Божьего, найдите другую общину. А если вы не можете найти другую общину, оставайтесь дома. Я бы остался дома. Я не могу указывать вам, что вам нужно делать, но я бы остался дома. Я бы молился, и мы с моей семьей пошли бы от дома к дому. Мы бы организовывали встречи в своем доме. Иисус говорит, оставьте их. Откроем вместе вторую главу книги Деяний. Давайте убедимся в том, что Эндрю Энрикес не вырывает эти истины из контекста. Мы открываем вторую главу книги Деяний. Отче Небесный, пошли нам Святого Духа во имя Христа. Когда люди слышат эту весть, они говорят, вот он, он призывает людей покидать церковь, вот он, он критикует руководство. Нет, друзья, порядок должен соответствовать Евангелию. Христос не призывает расправляться с лидером. Разве в доме не должен быть лидер? Должен. Разве в церкви не должно быть лидеров? Да, но послушайте, Иисус говорит, если человек не работает, то он не должен есть. Если человек не заботится или не управляет должным образом в своем собственном доме, разве следует его назначить служителем церкви? Нет, друзья мои. Вы со мной? Поэтому дело не в самом институте руководства, а в отступивших руководителях. Это понятно? Можете побить меня камнями, но главное, чтобы это было ясно. Вторая глава Деяний, 38 стих. Петр говорит, «Покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа». Стих 39. «Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш». И другими многими словами Он свидетельствовал и увещевал, говоря, «Спасайтесь от рода сего развращенного». Кому же Он обращался? К отступившим лидерам, друзья мои. И где же те христиане собирались? По домам, в своих отведенных местах. Откроем третью главу книги Деяний. Одна из главных причин слепоты ладийцев заключается в том, что они следуют за слепыми лидерами. Читая 16 стиха, Петр говорит, «И ради веры во имя его, имя его укрепило сего, которого вы видите и знаете, и вера, которая от него, даровала ему исцеление сие перед всеми вами, «Впрочем, я знаю, братья, что вы, как и начальники ваши, сделали это по неведению». Почему они распяли Иисуса? По неведению. Вместе со своими руководителями? Откроем вместе третью главу книги откровения. Я снова спрошу, слепы ли ладикицы? Является ли Христос верным и истинным свидетелем? Заметьте, друзья, что предлагает Христос. В 18-м стихе нам предлагается глазная мазь. Там сказано, «Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное и что еще? Послушайте, чтобы не видна была срамота ноготы твоей и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть, поскольку эти люди слепы, что Христос предлагает нам? Глазную мазь. Мазь это медицинское средство. она составляется из различных ингредиентов, чтобы ею мазать больное место. Мы слепы, нам нужна мазь. Откроем 18-й псалом. Что же это за глазная мазь? Мы прочтем в 18-м псалме об этой глазной мази, которая нам нужна, друзья. Что же это такое? Возлюбленные, я прочел утверждение, которым хочу поделиться с вами. Там сказано, что лаодикийцы не полностью слепы. Слепы, но не полностью. Потому что если бы мы были полностью слепы, нам не нужна была бы глазная мазь. Но чудо состоит в том, послушайте, что сказано в библейском комментарии, том 7, страница 965. лаодикийцы лаодикийцы были не полностью слепы. В противном случае глазная мазь не смогла бы вернуть им зрение и сделать их способными различить истинные характеристики Христа. Есть ли у нас надежда? Мы не полностью слепы. Поскольку мы слепы и не видим нашего духовного состояния, скажите, пожалуйста, что Христос дает нам для того, чтобы мы увидели наши грехи? Что нам открывает наш грех? Что показывает грех? Скажите мне, закон, это значит, что размышление над десятью заповедями это часть той глазной мази. Вы понимаете? Ведь мы слепы. Мы думаем, что с нами все в порядке, что мы ни в чем не нуждаемся, тогда как все с нами на самом деле не так. Христос говорит нам, что мы все нуждаемся в глазной мази, чтобы увидеть свою нужду. Вы понимаете, друзья? Прочтем из 18 псалма с 8 стиха. Библия говорит, закон Господа совершен, укрепляет, то словно обращает душу. Откровение Господа верно умудряет простых. Повеления Господа праведны, веселят сердце. Заповедь Господа светла просвещает очи. слепы лаодикийцы. Если да, то что по свидетельству Библии откроет и просветит нам наши очи? Заповеди Божьи. Вот почему нам сказано, только когда закон Божий займет свое надлежащее положение, где в нашем сердце, только тогда сможет произойти такое возрождение, возрождение первоапостольской веры и благочестия в народе, называющем себя его именем. Послушайте, друзья, вот почему сатана намерен держать нас постоянно занятыми чем-то. Сатана хорошо знает всех, кого он может увезти с пути. Как дальше, вы знаете. Сатана хорошо знает, что все, кого он может увезти с пути, чтобы они пренебрежением молитвой и исследованием Писания будут побеждены таким образом его кознями через вот эти средства пренебрежения молитвы и Писания. Великая борьба страница 519. Поэтому сатана изобретает все возможные средства и способы отвлечь наши умы. Друзья, он не желает, чтобы мы общались с Иисусом. Сатана не желает, чтобы мы пришли на Голгофу и там увидели свое жалкое положение, увидели свою величайшую нужду. Откроем вместе второе послание Петра первую главу. Итак, друзья мои, являются ли Божьи десять заповедей нашей глазной мазью? Слепы ли мы? Что же должно просветить наши очи? Что, друзья мои, заповеди Божьи? Вы понимаете, почему сатана пытается упразднить Божьи заповеди? Вы понимаете, почему сегодня многие проповедники говорят, не будем говорить о законе, будем говорить только об Иисусе? Все это рассчитано на то, чтобы народ, называющий себя Божьим, оставался слепым. Вопрос. Показывает ли нам закон Божий стандарты жизни? Моя жена Хиллари сказала мне о том, что в городе Канзас пастор в англитийской церкви, начиная свое служение, проповедовал и говорил так, вы никогда не услышите меня, говорящим о реформах, я буду говорить только о любви Иисуса. Это и есть не что иное, как спиритизм, это слепота. Вы не услышите меня, от меня ни слова о реформах и стандартах, я буду проповедовать только о любви Иисуса. Кто желает упразднить Божий закон? Дьявол. И притом в нашей церкви, не только в церквях, соблюдающих воскресенье, но и в нашей. И поскольку заповеди Божьи могут просветить наши очи, стандарты могут просветить наши очи, то упразднить реформу здоровья, реформу одежды и другие стандарты означают вести народ Божий к слепоте. Я понятные вещи, говорю друзья. Вы видите, почему наша церковь находится в таком жалком и плачевном состоянии? Поэтому Бог, преисполненный великой озабоченностью о Своем народе, обращается сегодня к нам. Второе послание Петра. Поговорим о пророчестве. Кто любит пророчество? Знаете ли вы, что наша церковь была основана из-за изучения библейских пророчеств? Друзья, сегодня вы можете посетить многие и многие наши общины, чтобы услышать проповедь, библейский урок, прямо назначенный для этого час, и не услышать ничего о быстром исполнении библейских пророчеств. Вдохновенное Перо сообщает нам о том, что Глазная Мать это еще и пророчество вместе с Божьим Законом. Взглянем на второе послание Петра вместе. Второе послание Петра, первая глава, стих девятнадцатый. Там сказано, «Мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к Нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день, и не взойдет утренняя звезда Иисус в сердцах ваших». Посмотрите, что сказано в шестом томе свидетельств, страница 61. Опасности, о чем речь идет? Об опасностях. О, Господи, помоги нам понять эту весть. Здесь сказано, «Опасности последних дней надвигаются на нас, и наша задача предупредить людей о бедах, которые им угрожают». Друзья, я задам вам вопрос. То, что вы видите и слышите сегодня, разве не исполняет эти слова? И, тем не менее, многие преднамеренно не желают контактировать с нашей общиной. Они не желают слышать предостережения. Вот почему они противятся. Прочтем дальше. Пусть торжественные исти, сцены, пусть торжественные сцены, открываемые пророчеством, не останутся без внимания. Если бы наш народ хотя бы наполовину проснулся, если бы наш народ проснулся хотя бы наполовину, если бы он осознал близость событий, изображенных в Откровении, в книге Откровения, то в наших церквах уже совершилась бы реформа и намного больше людей приняли бы весть. Что же нас должно пробудить? Тот, кто спит, тот не может видеть. Что же нас может пробудить? Когда служители, учителя и старейшины отказываются указывать на быстрое исполнение библейских пророчеств, они тем самым продолжают держать церковь в спящем состоянии. И, следовательно, они сами остаются слепыми. Слепыми, друзья мои. Давайте же взглянем на то, что делается в нашем мире. В книге «Великая борьба», страница 588 сказано, протестанты Соединенных Штатов первыми протянут через пропасть руку спиритизму. Затем они перешагнут через бездну, чтобы пожать руку римской власти. И под влиянием этого тройственного союза наша страна пойдет по пути Рима в попрании свободы совести. В попрании свободы совести. Хорошо, друзья, является ли сестра Уайт истинным пророком? Является ли Эллен Гармен Уайт истинным пророком? Это утверждение было написано в 1911 году. И она говорит, что однажды это глазная масть послушаем однажды протестанты объединятся с папством. В то время многие смеялись над книгой «Великая борьба» и говорили, этого никогда не случится. Что же мы видим сегодня в 21 веке? Что мы видим? Мы наблюдаем абсолютное пропадание пропасти и образование ложного союза между протестантами и папством. Является ли сестра Уайт истинным пророком? Сегодня не только сбывается ее пророчество, но она ведет нас к истинному поклонению. Это истинный пророк. Я должен был об этом сказать, друзья. А теперь послушайте меня внимательно. Каково истинное происхождение протестантизма? Против кого они протестовали? Происхождение протестантизма заключается в протесте против грехов папства. Итак, друзья, когда протестанты объединяются с папством, что происходит с протестом? Теперь вы понимаете? Поэтому, когда недавно Тони Пальмер, Папа Франциск и лидер харизматического движения объединились, что случилось с самим протестом? Что случилось с протестантизмом? Я задам вопрос. Вы все можете это увидеть. Что происходит, когда лидеры церкви адвентистов седьмого дня посылают своих пасторов в семинарии, которые управляются католиками? Куда девался протест? Когда мы сидим в одной аудитории, я уже сидел в такой аудитории, когда нас посылают в семинарии и дают нам книги, написанные католиками, римскими монахами, где наш протест, я спрашиваю? Протестантизм умирает на наших глазах. В Вавилоне он уже мертв. Вопрос в том, позволим ли мы ему умереть в Божьей церкви остатка, в церкви адвентистов седьмого дня. Нельзя сидеть и просто смотреть на это, друзья. Мы должны быть последними истинными протестантами. Но послушайте, что сказано. Как только эти силы объединятся под влиянием этого тройственного союза, наша страна, то есть Америка, пойдет по пути Рима в попрании свободы совести. в попрании в попрании свободы совести. Чего же нам нужно ожидать дальше? Кто-то говорит, что Тони Пальмир умер, кто-то говорит, что он жив, но дело не в этом. Дело в том, что когда протестанты объединяются с папством, что будет дальше? Дальше будет попрание вашей свободы совести. Друзья, я хотел бы видеть ваши просветленные глаза, горящие духовным огнем, чтобы вы воскликнули «Пастор, неужели это правда? Неужели вы так близки к этому? И когда ваши глаза загорятся этим вопросом, я хотел бы их остудить водой в духовном смысле». Друзья, когда Обама подписал тот закон, дающий право на однополые браки и обязывающий государственные структуры и остальные структуры, а также религиозные динаминации принимать таких людей, иначе это будет называться дискриминацией. Такие люди должны приниматься на церковные и гражданские должности, должны получать работу, должны будут приниматься на руководящие должности в церкви. Вы не сможете отказать такому человеку. Это будет дискриминацией. Это и есть попрание вашей свободы совести. Теперь вы видите это, друзья, но об этом в наших общинах не говорят. Все думают, рынок недвижимости восстановится, дела поправятся, поэтому успокоимся, будем входить себе в церковь, чтобы слушать о том, что Христос любит нас. Он любит нас, именно поэтому Он призывает нас к покаянию, пока не слишком поздно. Он призывает нас заняться Его работой, пока стало не слишком поздно. Посмотрите на экран заголовок статьи Церковь АСД адвентистов просит чего? Просит освободить ее от обязанности соблюдать закон о предотвращении дискриминации сексуальных меньшинств. Но что делает Обама? Впоследствии он проигнорировал это прошение. Он сказал, дискриминации не будет. Откроем вместе 13 главу книги Откровения. 13 глава Откровения. Возлюбленный, час близок, когда будет попираться свобода совести. Уже при дверях. Поэтому я спрашиваю, что же будет делать наша церковь? Поклонимся ли мы перед миром вместе? Или мы пожертвуем своим статусом, независимо от того, как это произойдет, чтобы остаться на стороне Иисуса? Что нас ждет впереди? Если церковь своим большинством поклонится перед миром, что будете делать вы, я хочу у вас спросить? Взгляните на то, как мир реагирует на эти процессы. Заголовок «Как указ Обамы о сексуальных меньшинствах угрожает религиозной свободе?» Мир уже сам заговорил об этом, но большинство в Божьем народе этого увидеть не может. Я не говорю о том, чтобы нам давать этим людям права или нет. Дело не в этом. Дело в том, что время благодати уже заканчивается, и наша религиозная свобода уже отнимается от нас. Вот, что здесь сказано. Дэнни Борг, профессор баптистской богословской семинарии, говорит, «Существуют люди, которые готовы применить любые доступные средства, чтобы заставить религиозные организации смириться с новой моралью, связанной с сексуальностью». Затем он говорит, «Любой человек или организация, которая отказывается примириться с этими условиями, должна будет пожать свои последствия». Вы видите, что происходит? Это еще один шаг в исполнении текста из 13-й главы книги Откровения, стихи с 15-го по 17-й. Если вы не поклонитесь и не примете начертания зверя, вы должны будете пережить последствия. Каковы же эти последствия? В итоге вы не сможете ни покупать, ни продавать. Нужна ли нам глазная мазь, друзья? Известный пастор мега-церкви Роберт Джефферс сказал, послушайте, что он сказал, «Церкви должны будут обратить свое внимание на свой статус, свободный от налогообложения». Далее он говорит, «Проблема с этим постановлением заключается в том, что оно прокладывает путь для следующего шага». Об этом говорит мир, друзья мои. Для следующего шага отнять ваши права. Он говорит, «Возможно лишение статуса, свободного от налогов, или лишение лицензий, навещания для религиозных организаций, придерживающихся тех библейских учений, с которыми не согласна администрация Соединенных Штатов». Я думаю о том, сколько служителей будут лишены возможности вещать и проповедовать на телевидении, если они будут продолжать исповедовать историю о сотворении, библейские принципы и субботу. Друзья, разве это не глазная мазь? Откроем вместе первую главу Иваглия от Марка. Нам необходимо пробудиться. Мы уже живем в то время, когда положение будет только ухудшаться. Потому что сразу после объединения протестантов и папства последует попрание в вашей свободе совести. И это уже происходит. Уже мир говорит нам о том, что мы скоро лишимся всяких финансовых прав, чтобы мы не могли ни продавать, ни покупать. Готовы ли мы к этому? Посмотрите на экран. Здесь приведена выдержка со словами «Четыре могущественных ангела еще сдерживают четыре ветра земных». Страшным бедствием еще не дано развиться до своей полноты. Несчастные случаи на земле и на море, человеческие жертвы постоянно увеличиваются от ураганов, от штормов, от железнодорожных катастроф, от пожаров. Прервемся ненадолго. Только на этой неделе разве самолеты не падали с неба? Разве не сбиваются сегодня гражданские самолеты ракетами с земля-воздух? Разве не увеличиваются эти трагические случаи? Разве мы не видим, что происходит? Только вчера стало известно, что Эбола, болезнь Эбола, вы знаете, что она уже добралась до крупнейших народов Африки. Глады, моры, и далее мы читаем огромные наводнения, землетрясения и ветры будут потрясать народы и готовить их к последней смертельной схватке. Пока ангелы еще удерживают четыре ветра, не давая ужасной сатанинской силе возрастать в своей ярости до тех пор, пока рабы Божьи не получат печать. Друзья мои, живем ли мы во время запечатления? Вы верите в это? И главный вопрос, получаете ли вы печать сегодня? Мы открываем первую главу Евангелия от Марка, стих 14. Библия говорит, «После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия и говоря, что исполнилось время». Что еще он проповедовал? «И приблизилось Царствие Божие». Что же нам следует делать в связи с этим? Далее Иисус говорит, «Покайтесь и веруйте в Евангелие». Так является ли пророчество глазной мазью для того, чтобы пробудить нас вестью о том, что времени уже почти не осталось? Чего же Бог ожидает от нас, друзья? Покаяние. Откроем третью главу книги Откровения. Мы сравним два текста. Один из этой главы, а второй из десятой главы Евангелия от Марка. Сначала откроем книгу Откровения, а затем десятую главу Евангелия от Марка. Откровение третья глава, семнадцатый стих. Цитирую. «Поскольку ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок и нищ и слеп и наг ». Итак, друзья, видите ли вы свое жалкое состояние? Разве не говорит Христос, что мы несчастны, что мы нищи, что мы слепы, что мы наги? Друзья, послушайте меня внимательно. Я сказал, «Господи, какое практическое применение эта истина имеет для меня? Нет смысла думать, что я в порядке, когда я не в порядке». Послушайте, эти истории об исцелениях, которые оставлены нам в Библии, особенно в Евангелиях, находятся там не случайно. Каждое исцеление в Евангелиях, каждая из них, учит и открывает истину Божьему народу последнего времени. Возьмите, к примеру, человека по имени Вартимей. Какая у него была болезнь или физический недостаток? Он был слепым. А как насчет лаодикийцев? Они тоже слепы. Был ли Вартимей нищим? Да, откуда вы знаете? Он сидел у ворот, прося милостыни. Подождите минутку. Лаодикийцы тоже нищим. Они тоже, по словам Христа, слепы. Вартимей тоже был нищим. Вартимей был слепым. И еще одно. Иисус называет лаодикийцев нагими. Как насчет Вартимея? Когда Иисус позвал его, он снял свои одежды. Откроем 10 главу Евангелия от Марка. Друзья, существует однако же разница между Вартимеем и Божьим народом последнего времени. Они оба жалки, но Вартимей исповедовал. Вартимей признал свое жалкое состояние. Вартимей признал, что он был несчастен и нуждался в помощи. Но теплые ладикейцы считают, что ни в чем не нуждаются. Вы уже открыли 10 главу Евангелия от Марка. Взглянем на стих 46. Вот что сказано в этом стихе. Приходят в Иерихон. И когда он выходил из Иерихона, с учениками своими и множеством народа, Вартимей сын Тимеев слепой сидел у дороги, прося милостыни. Был ли он нищим? Где он сидел? Друзья мои, у меня назрело решение. Могу ли я поделиться с вами своим решением? Где он сидел? Друзья, этот человек сидел там, где кипела жизнь, но был слеп. А теперь в духовном смысле я скажу. Большинство из нас в эти последние дни живут там, где жизнь кипит и изобилуют щедрыми дарами, радуются этой жизни. Мы находимся на самой вершине жизни, но мы духовно слепы. Однако вокруг нас кипит жизнь. Другие же из нас ищут все лучшее жизни. Но мы слепы. Я спросил у Господа, нахожусь ли я на вершине жизни? И Он ответил мне, да, и к тому же ты тоже слеп. Ты тоже нищий. стих 47. Обращается ли Бог к вам, друзья? Молодежь сегодня стремится к самой вершине жизни. Мы читаем дальше. Услышав, что это кто? Что это Иисус Назарей, Он начал кричать и говорить, Иисус, сын Давидов, помилуй меня. Остановимся здесь. Понимал ли Он свою нужду? Что Он воскликнул? Помилуй меня. Что же нам делать, чтобы получить милость? Мы читаем, скрывающий свой грех не будет иметь успеха, но исповедующий свой грех, притча 20 глава 13 стих, и оставляет свой грех, будет помилован. Какой же опыт нам открывается в опыте ворохтемии? Он исповедовал свой грех. Он был слеп, нищ, и Он понимал свое жалкое состояние и исповедовал свой грех. Как же насчет нас? Готовы ли мы прямо сегодня исповедовать свои грехи? Готовы ли мы сегодня просить у Христа силы для оставления наших грехов? Друзья мои, только такой вопль побудет Иисуса остановиться для общения с нами. Представьте себе это. Взгляните на стих 49, который гласит после вопля в Артемея «Сын Давидов помилуй меня» стих 49, Иисус, что Иисус делал, друзья мои? Иисус остановился. Друзья, я хочу сказать вам следующее. Если вы желаете привлечь к себе внимание Христа, приковать к себе его внимание, скажите «Господи, помилуй меня». Пожалуйста, не торопите Духа Божьего в наших рассуждениях. Помилуй меня. Потому что многие из нас находятся на вершине жизни и не видят своей нужды. Иисус проходил мимо, и когда этот человек сказал «Помилуй меня», он остановился. Друзья, Христос сегодня также проходит мимо. Он желает нам помочь, но нам следует осознанно сказать «Господи, помилуй меня». В 49 стихе сказано «И велел Его позвать. Зовут слепого и говорят Ему «Не бойся, вставай». Вот, друзья, как только мы исповедуем все известные нам грехи, что Христос скажет нам? «Не бойся, вставай». Но вы знаете, что происходит в результате нежелания исповедовать известные нам грехи? Эти грехи унижают и пробощают нас. Они омрачают нашу душу разочарования. Друзья, если мы желаем сегодня устремиться ввысь, если мы желаем подняться, чтобы стоять твердо, то нам нужно исследовать себя, увидеть себя, исповедовать все известные нам грехи, и Христос скажет нам, как сказал слепому Вартемею через этих людей, «Не бойся, вставай». Не бойся и вставай. Библия говорит в 50 стихе, «Вартемей сбросил с себя верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу». Иисусу. Остановимся здесь. Что Он сделал, когда Христос Его позвал? Что Он сделал, когда Христос Его позвал? Он снял свои верхние одежды? Что это может символизировать? Друзья, мы спрашиваем о секретах, посвященной жизни, а секрет лежит на поверхности. И я сказал Христу, «Господи, помоги мне сегодня снять свои одежды». Такое у меня было решение. Видите ли вы эту нужду, друзья? Это и есть секрет посвящения. Помоги мне, Господи, избавиться от своих одежды. Что же Христос сделает? Он наденет в вас свои одежды. Когда Христос призывает нас, нам нужно избавиться от своих одежды. Призывает ли нас сегодня Христос, друзья? Если да, то что же нам нужно сделать? Нужно снять наши собственные одежды самодовольства, наши собственные одежды жалости к себе. Друзья, нам нужно покрыться праведностью Христа. Заметьте, что Христос задал Вартемию только один вопрос. Был ли Вартемий нищим? Был ли он жалким? Был ли он слепым? Был ли он нагим? Но Христос задал ему только один вопрос. Чего ты хочешь от меня? Чего попросил Вартемий? Денег? Но наши молитвы порой отбывают настолько пустыми. Раз за разом опускаясь на колени перед Богом, мы молимся о временных вещах. Ладикейцы, с такими молитвами мы останемся такими же слепыми. Господи одень меня, Господи помоги мне оплатить мои счета. Чего же Вартемий попросил у Иисуса? 51 стих слепой сказал ему, учитель, чтобы мне прозреть, чтобы мне прозреть, верни мне зрение. Если я буду видеть, то только тогда деньги для меня будут иметь значение. Необращенному человеку деньги не будут приносить пользу. Они будут только вредить. Такой человек не является духовным. Он будет тратить Божьи деньги не на то, что нужно. Он не верен Богу. И эти деньги будут отправляться в дырявые карманы. Обращается ли Бог сегодня к нам, друзья? Такой человек покупает вещи и не пользуется ими. Потому что необращенное состояние это состояние слепоты. О, если бы мне прозреть, сказал Артемий. О, если бы мне прозреть. Возлюбленные, обращается ли к нам сегодня Христос? Взывает ли Он к нам сегодня? Откроем вместе второе послание Петра первую главу. Второе послание Петра первую главу. Возлюбленные, являются ли ладийкиицы слепыми? Слепы ли они? Имеет ли Христос для нас главную мазь? Говорит ли Он нам, «Я желаю помазать твои глаза глазной мазью»? Знакомы ли вы с тем единственным местом Писания, в котором Христос помазал человеку глаза? Об этом сказано в 9 главе Евангелия Теанна. Когда же были помазаны глаза этого человека? Вернулся ли он домой зрячим? Послушайте, начал ли он славить Бога? Начал ли он говорить истину? Да. Но что с ним начали делать духовные лидеры? Друзья, мы, честно говоря, не желаем слышать данную нам. Вот почему дьявол нас уводит? Мы сами не желаем слышать это свидетельство. А поскольку ладикийцы слепы, а Христос говорит, «Я хочу помазать ваши глаза», каким же будет результат этого помазания? Не будем гадать. Вернемся к 9 главе Евангелия от Иоанна, потому что там Иисус помазал слепому человеку глаза. И этот человек начал жить поистине, так, как только он мог и знал. Но когда фарисеи пришли и задали вопрос его родителям, кто этот человек, который уже видит, что ответили родители? Он уже взрослый, спросите у него, как он стал слепым. Почему же они таким образом отвергли своего сына? Почему? Они боялись быть исключенными из синагоги, то есть из церкви. возлюбленные, когда ваши глаза будут полностью помазаны, то самые коварные преследования постигнут вас со стороны церкви. Вы не желаете этого сейчас слышать. Вы хотите, чтобы я закончил проповедь, потому что не желаете этого слышать, но разве в Библии это не показано? Когда глаза этого человека были помазаны, его члены семьи отказались от него. Лаодикийцы слепы, они не все остаются слепы. Некоторые станут видеть в духовном смысле. И те, кто примут это помазание, вас может отвергнуть даже ваш супруг, и даже ваши родители могут отказаться от вас. Ваши дети могут вас презирать, потому что сейчас ваши глаза открыты. Они не такие, как у них. Вы живете для Иисуса, и то, что вы раньше делали, вы уже не делаете. Перед вашей свадьбой, во время вашей свадьбы, вы были еще не обращенными, к примеру, вы выжили так, хотели сами, вместе с супругом, а сейчас ваши глаза открыты. И этот же необращенный супруг начинает вам говорить по наущению сатаны, «Ты меня больше не любишь. Ты уже не желаешь делать то, что делал раньше вместе со мной?» Кто-то из супругов может даже уйти спать на диван или остаться в своей спальне один. Такое может случиться, когда ваши глаза откроются. Вы сейчас не желаете этого слышать, и некоторые из вас предпочитают оставаться слепыми. Вы не желаете прозрения. Ваши родители могут сказать, «Мы же не желаем быть исключенными из этой церкви. Мы останемся слепыми». И это доказывает слепоту ваших родителей. Вы понимаете это? Потому что если бы их глаза были открытыми, то они бы остались на стороне своего сына и Иисуса. Поэтому они делают выбор оставаться в церкви, следуя за слепыми лидерами, чем принять помазание и встать на сторону Иисуса. Библия говорит, что они вышвырнули из церкви этого прозревшего человека. И теперь вы, как добропорядочный христианин, можете сказать, он погиб, потому что фарисеи исключили его из церкви за исповедание истины. Но когда Христос встретил его, Христос принял его поклонение, вы не желаете этого слышать, вам это неприятно слышать. Разве те фарисеи не восстали против прямого свидетельства? Человек, который был слеп, стал видеть, и они противостали словам этого человека и вышвырнули его из церкви за то, что он знал и занял сторону истин. Что же будет происходить с нами, друзья? Вы либо станете верными истине, либо будете продолжать следовать за слепыми вождями. вы либо останетесь со Христом и его истиной, либо пойдете на компромисс со своими детьми, со своим супругом, с вашими друзьями. Кто-то может сказать, я не приду в вашу общину, потому что члены моей семьи посещают другую общину. Но ведь вы сами знаете о своей внутренней борьбе. Почему она происходит? Потому что вы знаете, что там слепые учителя. в противном случае никакой борьбы бы не было. Для нее не было бы повода. Вы бы были спокойны. Борьбы бы не было. Но почему у вас борьба? Потому что Христос однажды немного помазал ваши глаза, дал вам проблеск истины. Вы не желаете этого слышать. Вы хотите, чтобы пастор скорее сказал аминь. Это слишком прямая весть. Вам пора уже говорить аминь, пастор. Вы слишком прямолинейны. Те, кто однажды был слеп, а сейчас видят, ваши ближние тоже будут там, где вы. Откроем 2 Петра 1 главу. Вы не желаете этого слышать. Но я надеялся, что вы любите истину. Я верю, что вы любите истину. 1 глава 2 Петра 9 стих. А в ком нет всего, тот слеп. А слепленным не хватает кое-чего. Чего же им не хватает? стих 5 «То вы, прилагая к всему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетеле рассудительность». В чем показать добродетель? В вере. Но кто-то говорит, «Пастор, у меня нет веры, я так слаб». Нет, это не так. Иисус говорит в послании к римлянам, 12 главе 3 стихе, что Он даровал каждому человеку определенную меру веры. Он уже начал в вас свое дело. Уже начал свое дело. Я никогда не видел человека, который едет в автомобиле без горючего в баке. Горючее обязательно есть. Так и Христос начал в вас свое дело, послал вам веру. Вы имеете веру, теперь Он велит, используй то, что я тебе дал. Покажите в своей вере что? Какое качество? Добродетель. Или благость, или жажду быть добрым, старание быть добрым. Не своей силой, а верой. Что же такое вера? Это уверенность в Божьем Слове. Что такое вера? Вера это недоверие своим собственным заслугам, а упование на Иисуса. Вы можете никогда не увидеть доказательства молодежи и взрослые, что вы будете спасены, но вы доверяете Богу верой. Не зря я чувствовал сегодня утром тяжесть на душе. Хотелось просто отделаться сегодня дежурной проповеди. Дьявол хотел отвлечь мой ум, но кто-то нуждается в этом свидетельстве. Если вы слепы, то это потому, что вам этого не хватает. Вам не хватает веры. Не на чем строить свою жизнь. Покажите в вере вашей добродетели, в добродетели рассудительность или знания. С таким ростом растут познания. Но многие из нас считают, что истинные познания растут от просмотра телепередач, от интернет-серфинга. Мы так увеличиваем познания свои. Но жив ли Бог сегодня, друзья? Покажите в рассудительности воздержание. Что такое воздержание? Это самообладание. Некоторые из нас духовно умирают. Мы не можем владеть собой в вопросах еды и в других вопросах. Нет власти над собой. Друзья мои, если вы не воздержаны, то вы слепы. Покажите в воздержании терпения, в терпении благочестия. проявляем ли мы терпение друг другу? Мужья, жены, вы качаете головой, слушая меня. Это правда? Все, кому не хватает этих качеств, слепы. Мы приходим в церковь и думаем, что посещая эту церковь или любую другую, мы перешли в другую категорию людей. Но в наших домах столько терпения мы друг другу проявляем. Не слепы ли мы? Не слепота ли это? В седьмом стихе сказано в благочестии покажите братолюбие. Друзья, я должен остановиться на этом качестве. Братолюбие это не просто теория. Это выражение чего-то. Выражение чего же? В братолюбии покажите что? любовь. Если я называю себя христианином, но груб со своей женой, груб со своими детьми, груб со своими братьями, то это грубо свидетельствует о том, что я не христианин. О, Господи, покажи нам себя самих как в зеркале. Как мы обращаемся друг с другом в наших домах? Вы видите это? Если вы отвергнете эту правду, погибли. если примите, то вы на пути в небесах. Добры ли вы? Неудивительно, что мир утверждает, что самые грубые и суровые люди это те, кто называет себя христианами. с 8 стиха. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет всего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не приткнетесь. Вы никогда не пойдете жертвой искушения. Что вы сейчас чувствуете? Что вы сейчас думаете о себе, друзья? Если вы последуете этому совету, вы никогда не приткнетесь. Как это звучит? Как эти слова отражаются на вашей душе? Разве не положительно? Друзья, Евангелие это благая весть. Послушайте, если вы это будете делать, то вы никогда не приткнетесь. Почему? Потому что вы будете делать это не сами. Вам нужно сотрудничать с Иисусом. И пока вы будете сотрудничать с Иисусом, вы никогда не приткнетесь. Как вы сейчас чувствуете себя, друзья? Призывает ли нас Господь сейчас? Желаете ли вы в духовном смысле снять с себя свои одежды и сказать, Господи, покрой меня своей одеждой? Если да, то я хочу призвать к особой молитве? Выходите вперед, друзья. Выходите вперед. Спаситель призывает, он призывает, он зовет. И когда Бог посылает мне сердечное бремя, чтобы делиться с друзьями Его Словом, как хотелось мне сократить свою проповедь. Но нет, друзья. как раз та часть, которую я сократил бы, может оказаться очень нужной кому-то. Кто из вас услышал Божий призыв сегодня? Кто из вас? Поступая так, никогда не преткнетесь. Никогда. Отец Небесный, все, кто присоединился к нам онлайн, благослови в молитве. Отец Небесный, мы сегодня очень рады тому, что ты даровал каждому из нас меру веры. Ты даровал нам все необходимое для начала нашего духовного пути. Если мы просто пребудем в тебе вечером, утром и днем, мы никогда не преткнемся. Никогда. И я очень благодарен тебе, дорогой Господь, за эту уверенность. Я молю о том, чтобы мы были внимательны к тебе. И как только наши глаза будут просвещены, мы сразу же встретимся с преследованиями, даже в наших семьях, даже в семьях христиан. Господи, спаси нас. Вокруг нас в мире повсюду слепые души. И только те, кто принял тебя, кто был помазан, может идти и дарить им возможность спастись. Господи, твой народ созревает, твой народ набирает силу, они понимают свою великую нужду в тебе. Пожалуйста, покрой их своей одеждой праведности и спаси их. Сохрани их. Молитва наша во имя Иисуса Христа. Аминь. Перевод и озвучивание Кожевникова Павла. Павел К1 Собачка БК точка ру